Ну что ж, я думаю, у вас было достаточно времени, чтобы попытаться ответить на поставленные вопросы. Но прежде чем мы попытаемся на них ответить, позволю себе несколько цитат. Одна из них принадлежит уже известному нам Брайану Роснеру. Вот что он говорит об истории спасения в новом словаре библейского богословия. Вообще статью по истории спасения рекомендую вам прочесть. Это категория «История спасения». А если быть более точным, то «История спасения». Так именуется сама статья. Итак, еще раз, статья «История спасения». Он говорит ключевым с точки зрения единства Библии и ее богословского толкования является то, что иногда называют историей искупления, но чаще историей спасения. На нескольких страницах он обращает внимание читателя на некоторые библейские книги и тексты, которые об этом свидетельствуют. Один из них как раз частично и включает в себя наш отрывок из послания к Галатам 3 и 4. Совершенно справедливо. Р.И. Кампе, так произносится это имя. Также в новом словаре библейского богословия, но уже в статье по посланию к Галатам, пишет, «Послание к Галатам отражает историческую перспективу спасения, в которой пришествие Христа рассматривается как кульминационное событие, к которому стремится вся история Израиля». И далее еще один автор – Лиланд Райкен. В интересной книге под названием «Библия как памятник художественной литературы» – это английский профессор, исследующий Библию в ее литературном аспекте – обращает внимание читателя на то, что Библия содержит много внутренних аллюзий. В частности, на то, как одни священные авторы заимствовали у других авторов и черпали из событий прошлого свои идеи, понятия и язык. Он говорит, «Цитата Райкен, Библия как памятник художественной литературы. Никакая другая антология и никакой иной литературный памятник не содержит столь единой структуры аллюзий, как литература Библии». Думаю, отчасти эта перспектива истории спасения, эта иносказательная ткань Писания отражена и в нашем отрывке, который мы начали рассматривать. Итак, какой фрагмент сюжетной линии охватывает данный отрывок? Варианты есть? Насколько глубоко в историю он уходит? Он восходит ко времени жизни Авраама, не так ли? И снова Авраам, его фигура, то и дело возникает. Итак, текст восходит мимом к Аврааму. А насколько вперед он простирается? Нам показалось, что этот этап уже, в контексте действия принципа, уже на еще нет. Речь о формировании Божьей семьи. Спасибо. Да, он рисует уже Христа, но говорит о том, что это не конец. Правда? Таким образом, вплоть до Христа. Плюс, именно так я попытаюсь изобразить вашу мысль. Что здесь свидетельствует о том, что да, этот текст ведет нас от Авраама до Христа, но при этом система координат здесь несколько шире, что перспектива глобальней, а нарратив объемней. Понятие «наследник»? Наследник, действительно, понятие «наследника», «наследство» — одно из важных понятий в истории Израиля. Так обетованная земля была обещана Израилю в наследие. Однако, обратили ли вы внимание на то, что данный отрывок нагружен эсхатологически? Он весь буквально проникнут мыслью о том, что Бог вершит в истории какой-то свой замысел. Несомненно, Авраам здесь выступает одной из ключевых фигур. Христос, безусловно, представляет собой кульминацию, но этим все не ограничивается. Текст указывает на нечто большее. Таким образом, это один из фрагментов Писания, который относит нас далеко назад в историю и показывает нам, в сколь широком масштабе оперирует Павел как один из священных авторов, размышляя о христианах в Галатии и возникшей там ситуации. Сколь объемный нарратив или история составляет основу для его богословия. Если мы обратимся к примеру к посланию к евреям с его внушительной кавалькадой «Герои веры», то увидим, что эта самая 11 глава тематически начинается с сотворения мира. Мы понимаем, что веки устроены Словом Божиим, затем добираемся до Христа, и если будем читать послание дальше, до 13 главы, то станет ясно, что мы все еще ожидаем града. Таким образом, евреям 11.13 разворачивает еще более широкую панораму. В нашем же тексте мы возвращаемся к Аврааму. Какие существенные идеи библейского прошлого он отражает? Назовите наиболее значимые категории, которые он актуализирует. Простите, не понял? Закон и завет? Закон, завет – содержательные термины. Закон и завет. А под законом, как вы думаете, что здесь подразумевается под законом? Ведь даже у Павла этот термин может употребляться минимум в трех значениях. И чтобы установить, в каком конкретно из них Павел употребляет греческое слово «номос», необходимо знать контекст. Итак, что такое закон здесь? Закон Моисея. Простите? Закон Моисея. Закон Моисеев. И под этим вы понимаете? Имеется в виду все, что было дано Моисею на горе Синай? Заповеди, данные Моисею на горе Синай. Своего рода нравственные уставы, переданные нам через Моисея. В каком еще смысле может употребляться термин «закон»? Если проанализировать данный нам текст Писания, то, согласно ему, весь мир – это тюрьма. Таким образом, то, что было обещано и дано во Христе, выходит за рамки завета с Моисеем, охватывая, по сути, все Писание. Да, я думаю, вы увидели это в 22 стихе 3 главы. Здесь говорится о том, что Писание всех заключило под грехом. Так Павел использует категорию «закона» как совокупности материалов, однако понимает данный термин «шири» – это то, что вы отметили. Заметьте вот что. Павел рассматривает Писание не просто как современную антологию исторических книг, а видит в нем законченное откровение – совокупность обоснованных истин. Поэтому, когда мы с вами говорим «в Писании сказано», мы основываемся на прекрасном апостольском прецеденте такого восприятия Библии, который дан нам в изучаемом отрывке. Однако, что еще может означать закон, помимо обязательств, нравственных требований, что, собственно, и подразумевается в нашем тексте? Обрядовый закон? Это, скорее, один из аспектов понимания закона как совокупности нравственных обязанностей. Понимание, которое восходит минимум к реформаторам 16 века, если не раньше. Они говорили, что закон можно разделить на гражданский закон, обрядовый, данный, в частности, через Моисея, и нравственный. Гражданский закон регулировал отношения в обществе, а также конфликты, связанные с домашними животными, например, валами в Ветхом Завете. Иначе говоря, способ жизни в обществе. Обрядовый закон регулировал действия человека, связанные с системой жертвоприношений. Нравственный же закон охватывал такие вещи, как «десять заповедей», предписывал, например, любить Бога и ближнего. Несмотря на свою традиционность, такое разграничение было не по душе ряду исследователей Ветхого Завета, так как, с их точки зрения, он не вполне отражает Ветхозаветный уклад, где все тесно переплеталось. Возможно, это скорее богословское понимание закона, в смысле Моисеевых предписаний. И, отталкиваясь от этого богословского понимания, многие утверждают, что единственный закон, который является собой пример преемственности, во всяком случае, такое мнение есть, это нравственный закон. Гражданский закон с его нормами общественной жизни в земле обетованной, очевидно, уже не актуален для нас. Что касается обрядового закона, то здесь мы больше не ходим в храм с целью жертвоприношений. Соответственно, и этот закон в современных условиях силы не имеет. Тем не менее, нам до сих пор заповедано любить Бога и ближнего. Отсюда вывод, что актуальным сегодня остается лишь моральный закон. Таким образом, бытие — это закон, в отличие от пророков. Иногда законом называют совокупность письменных источников, а не некие моральные обязательства. А иногда, под данным термином, понимают определенный принцип поведения или действия. Следовательно, понимание значения слова «закон» требует контекста. Думаю, вы совершенно правы, закон здесь — это моральный долг. Вопрос. Скажите, рассматривали ли закон как средство спасения в то время? Считался ли закон путем спасения для, скажем, евреев первого века? Или даже раньше? Или даже раньше? Это один из спорных вопросов в исследованиях Нового Завета. А именно, Павел обрушивается на тех, кто делает акцент на делах закона, как отличительном признаке Божьего народа — противовес вере в Иисуса Христа. Таким образом, в послании к Галатам он противопоставляет веру во Христа делам закона. Другой вопрос. Что это за дела закона и как их следует понимать? Представляется, что они подразумевают следующее. Суть спора заключалась в том, рассматривали ли евреи, современники Павла, в качестве пути к Богу, исполнение законов, или считали, что их отношения с Богом зиждутся на их избрании как Божьего народа, а исполнение закона всех этих моральных предписаний — лишь способ сохранения заветных отношений. Такие вопросы характерны для исследований Нового Завета. И если это так, это проливает свет на понимание того, что под делами закона понимает Павел. В данном случае это не столько способ обозначить себя в Божьих книгах добродетели, сколько свидетельство внешним о том, что ты принадлежишь Богу. Это признак принадлежности к Завету. «Если ты мужчина, значит, ты обрезан, христианин ли ты из язычников, то готовься к операции» и тому подобное. Или же это праведность от дел, как ее трактовали реформаторы, когда добрыми делами человек пытается заслужить пропуск на небеса. Проблема эта, разумеется, глубокая и серьезная. Скажу так, мне думается, что в данном отрывке Павел критикует тех, кто считает, что без исполнения закона Моисеева оправдаться пред Богом невозможно. Именно поэтому он так пламенно об этом говорит. Ведь если на самом деле это Христос плюс целый ряд моральных предписаний, тогда зачем вообще потребовалась смерть Христа? Таков главный аргумент Галатам 2. Полагаю, что реформаторы, в общем-то, не сильно и заблуждались в отношении понимания послания к Галатам. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что Павлу в этой ситуации оппонировали далеко не римские католики XVI века. Хотя аналогия с Лютером была бы, вероятно, слишком смелой. Однако вместе с тем я должен отметить, что вопрос, несомненно, актуализирует второзаконие 7.9. Закон Моисеев, когда через Моисея Бог говорит народу израильскому, «Не думайте, что эту землю обетованную вы заслужили делами праведности, ибо вы наименьший из народов». Видите, проблема гордыни и собственных достижений звучит еще в Ветхом Завете. Поэтому не стоит удивляться стремлению людей полагаться на свои дела и в Новом Завете. Это отвечает на Ваш вопрос? В мире говорится, «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Это было во времена Ветхого Завета. Можно ли, следуя этой логике, сказать, что пребывание во Христе в Новом Завете и есть исполнение закона? Давайте попробуем ответить на эти вопросы поочередно. Вы ведь планировали спросить еще что-то? Итак, первый вопрос. Этот вопрос приводит нас в несколько иную плоскость обсуждения. И логичнее было бы говорить об этом в контексте следующего вопроса о развитии. О чем еще Вы хотели спросить? В одном переводе используется слово «поводы», а в другом – «детоводитель». Для меня это все-таки разное понятие. Как бы Вы это прокомментировали? Итак, в международной версии написано «вел нас к Богу». В другой версии употребляется слово «детоводитель»? Да, здесь я предпочел бы второй вариант. По причинам, которые я назову позже. Можете снова задать свой вопрос, когда мы приступим к рассмотрению данной темы. Хороший вопрос. Разве нравственный закон не превосходит гражданский закон и обрядовый в Ветхом Завете? Как у пророков Амоса и Михея. Вопрос в том, что даже в Ветхом Завете не превосходил ли нравственный закон закон обрядовый? Отвечу «да», потому что милости хочу, а не жертвы. Существуют весомые моменты закона, которые признаются самими же пророками. Посему, полагаю, да, Вы правы в своем замечании. Какие еще значимые категории, помимо Закона и Завета, отражены в этом тексте? Апостол Павел пишет о целой этнической отрасли Божией и говорит, «Это вы, евреи. Во Христе Иисусе мы, и евреи, и язычники, обретаем некую общность. И значит ли это, что мы достигаем этнического единства?» Этническая принадлежность, этноцентризм, которому легко поддаться, будучи евреем. Что, как представляется, как раз таки и произошло с оппонентами Павла. Получалось, что язычники, желающие обратиться в христианство, должны были стать иудействующими христианами. Павел критиковал такой подход, ибо во Христе нет уже ни иудея, ни язычника, если речь идет о спасении. Потому что существует нечто более базовое, более фундаментальное, чем закон. И что же это? Посредник. Нечто даже более фундаментальное, чем посредник, с точки зрения библейского сюжета. Обетование. Вы обратили на это внимание? Именно это утверждает Павел. Обетование было дано до закона. Поэтому, если мы уповаем на Бога, подобно Аврааму, тогда мы его чадо, дети обетования, мы уповаем на обет, и главное в нем – семя, которое есть Христос, посредник. Итак, в данном случае обетование превосходит закон. А обетование, что тоже очевидно, было дано еще до появления Израиля. Следовательно, неевреи, верующие во Христа, и евреи, верующие во Христа, стоят на одном уровне. Этническая принадлежность здесь утрачивает актуальность. Равно как и половая, к слову сказать. Важно лишь, уповаешь ли ты на обетование. Стираются различия между рабами и свободными. Обетование – вот что имеет значение. Все уповающие на обетование – дети Авраама, подлинные его дети. Вопрос. Возможно, говоря о детях, стоит упомянуть и тему рабства. Дети, рабство. Особенно если учесть, что это часть истории Израиля, не так ли? Некогда им требовалось освободиться от египетского рабства, чтобы стать чадами Божьими в земле обетованной. Какие еще значительные библейские категории здесь актуализируются? Конечно, Христос. Мессия – тоже существенная категория. Наследство. Можете ли вы назвать какие-то существенные идеи из прошлого, которые повлияли на рассуждение Павла как пастора, повлияли на его взгляды, на применение Евангелия? Продолжение следует... Продолжение следует...